План сеанса следующий. Мы сначала все погружаемся и дальше заходим в хроники, в зал будущего Земли, сформируем этот запрос так, и посмотрим наиболее вероятностные линии, три вероятностные линии наиболее вероятные, и выберем одну наиболее вероятную из них. И вопросы будут следующие. В принципе, вот за ближайший период, то есть мы намерение делаем наше, что мы хотим посмотреть ближайшее будущее, то есть это, условно говоря, декабрь, январь, февраль, то есть за этот период будут ли? И если будут, то что? И дальше перечисляем различные кризисы, финансовые, не финансовые, войны, невойны, ковид распространяется, сужается, какие-то существенные, может быть, извержения вулканов или разломы, и вообще любая информация, которая пойдет, что-то существенно важное, что может происходить в этот период. То есть отдельно сначала посмотрим конкретно Россию, потом отдельно конкретно Америку, и потом отдельно конкретно весь мир. И мы готовы для работы с хрониками. И я посчитаю от единицы до трех. И мы заходим в хроники Акаши, центральный зал. Один, два, три. Перемещаемся в хронике Акаши, центральный зал. Один, два, три. Мы в хрониках Акаши, центральный зал. Хорошо. Игуля, опиши, пожалуйста, что ты видишь. Большой зал, высокие окна. Светлые очень. За окнами видно небо. Звезды яркие. Пол переливается такими красками, серебро. Мерцает все, переливает отражение этих стекол. И настолько здесь кристально чистая, что стоит такое ощущение, как будто здесь даже эго от моего голоса ощущается. Отлично. Очень хорошо. Хорошо. И сейчас из этого центрального зала мы перемещаемся в зал разделов будущего Земли. Мы переместимся на счет три. Специальное пространство, специальный зал для просмотра вероятностных линий будущего Земли. А именно будущего на ближайшие месяцы, декабрь, январь, февраль. Один, два, три. В хрониках перемещаемся по нашему намерению в зал будущего Земли. Один, два, три. Очень хорошо. И, Ирина, опиши, пожалуйста, произошло ли перемещение. Что ты видишь? Да, произошло. Я вижу под низом Землю. Как шарик. И меня по какой-то линии, ну, это как выглядит, как стрелка. Как я понимаю, что это будущее направление. И вот такое промежуточное пространство по этой стрелке я передвинулась. Очень хорошо. Будь там. Света, опиши, пожалуйста, как у тебя выглядит зал. Я тоже по стрелке прям направо. Я как по стрелкам направо поел. Да, уже все время время еще даже принесло. Но я не вижу Земли. Я вижу какие-то... Это как зал, знаешь, Никит? От всех вселенных. От всех вселенных. Хорошо, хорошо. Хорошо. И теперь в этом зале перед нами ясно, четко проявляются вероятностные линии. Три наиболее вероятностные ветки развития событий на Земле. Один, два, три. И рядом с этими ветками подписываются их вероятности, что именно по такому сценарию будут развиваться события на Земле в ближайший месяц. Декабрь, январь, февраль 20-21-х годов. И нам нужно будет выбрать наиболее вероятную ветку. Наш запрос. Наиболее вероятная ветка развития событий на Земле в декабре, январе, феврале в этот период. Мы хотим смотреть именно наиболее вероятную информацию будущего. И, Настя, скажи, пожалуйста, появились ветки у тебя? С какими вероятностями? Я вижу три ветки. Налево, направо и посередине. Но меня ведет налево. То есть вот в левом зале... Притягивает к ней. Да, туда притягивает. Отлично. На ту сторону меня несет. Хорошо, запомни это. И, Тарас, скажи, пожалуйста, что ты видишь? Я вижу, как сценарий с процентовкой. Вот 78-79 такие меняющиеся, как электронные цифры, показывающие, что это наибольшая вариативность такого сценария. Такой пока не вижу. Пусть ярко, самым ярким цветом, ярко-красным подсвечится наиболее вероятная линия. Один, два, три, ясно, четко сознает, какая линия наиболее вероятная линия. Так, Тарас, есть ли наиболее вероятная линия? Хорошо, отлично, запомни ее. Так, Леонид. У меня зажглась на книге номер страницы, на которой будет написано сценарий. Отлично, хорошо, Антон. Электронная табуа, и зажглась на ней 330-я страница. Очень хорошо, запомним это. И, Антон, скажи, пожалуйста, что у тебя? Ну да, такие линии вероятности, но они, в общем, все перемешаны, как такой клубок из ниток. И, ну, когда ты сказал подсветить, там вот подсветилась та самая линия, ниточка, и она ведет к такому, ну, как бы, бутону, в котором информация как раз. Отлично, запомни ее, сфокусируйся на ней. И теперь мы хотим узнать, мы сфокусировались каждый на своей наиболее вероятностной ветке. И сейчас по этой ветке мы проходим в пространство информации, в энергоинформационное поле, которое нам будет транслировать ответы на все наши вопросы. 1, 2, 3, эта ветка перемещает нас, создает энергоинформационное поле, образ, который близок к вам, для щитки информации, по этой наиболее вероятной линии Земли. И мы формируем запрос к нашему энергоинформационному полю. И первый наш запрос по стране Россия. И первый наш вопрос. В декабре, январе, феврале происходит, и если происходят какие, наиболее значимые события? Декабрь, январь, февраль, 1, 2, 3. Какое наиболее значимое, яркое событие происходит? Сейчас мы считываем информацию. Хорошо, приходят картины. К каждому придет свое, наше намерение, чтобы притянулась к каждому его картина, наиболее значимая для конкретной данной ситуации. Полностью картина разворачивается, во всех деталях. Приказывается информация, полностью распаковывается. Все четче, четче приходит понимание. И я даю время распаковать эту информацию и выяснить наиболее ключевые события, которые вам покажут. Хорошо, еще чуть-чуть и перейдем к тому, что будем спрашивать. Пока что картины разворачиваются, полностью запоминайте картины, это ваши картины. Это ваши картины, полностью запоминайте их, они остаются с вами. Ясно, четко будете помнить их после сеанса, все важные моменты, которые сейчас были показаны. Хорошо. И Света, скажи, пожалуйста, что показали тебе? Никита, мне когда показали твою информацию, первым делом я успела увернуться от падающей, горящей балки. И шла информация сверху, как мыслеформа исчезла. Какие-то перевороты, самое вот именно декабрь, он какой-то огненный, знаешь, такой, ой, ноябрь, первый месяц, когда я случила, он будет. Какие-то перевороты, накал страстей, коронавирус, ну какой-то накал страстей, знаешь, прям такой резкий падение. Падение я вот и вернулась от горящей балки, как будто все кружится. Далее такое как-то, как-то все разбежались, что ли, как мини-митинги. Потом идет перемирие, утихомирие какое-то. И вот третий месяц мне показывает зеленая прям поляна, лужайка, синее-синее небо без единого облачка. Ну и прям такое умиротворение какое-то будет, не знаю, А у меня вот эти три картины пишут. Очень хорошо. Третий месяц это какой у тебя? 1, 2, 3, ясно, четко приходит? Февраль. Февраль, хорошо. Очень хорошо запоминаешь свои картины, также можешь углубиться в них, чтобы разобраться попозже. И также это не влияет на картины, которые видят другие люди. И ваши картины у вас остаются. И расскажи, пожалуйста, что ты видишь? Я вижу политический всплеск. Мне прям показывают, что люди волнуются и вот как-то себя ведут, ну как переживают какие-то разговоры, постоянно вот что-то обсуждается. Потом показали картинку, что Министерство здравоохранения ведет какие-то переговоры между странами, создаются дальше, ну вот, против вируса эти прививки. Вот. И эти прививки, ну, какие-то страны, которые менее развитые, они хотят у России покупать. То есть там идут вот по этому поводу какие-то переговоры. Какой месяц ясно, четко приходит? Февраль. Хорошо. Политически вот эти все вещи, которые ты говоришь, это какой ясно, четко месяц приходит? Это начинается уже с декабря и, ну вот, до января точно, до конца. Вот какая-то, какой-то, да, вот неспокойная такая ситуация, когда, ну вот, другие страны давят на Россию именно в политическом смысле. Угу, хорошо. Картины остаются с тобой, на других они не влияют. Ясно, четко остаетесь в своих картинках, которые видели вы. Один, два, три. Гуля, скажи, пожалуйста, что ты видишь? Я прошла по ветке, которая мне показывает в основном на природу, на погоду. И получается, я вижу здесь достаточно такую холодную зиму. Северо-запад город Киров. Я могу ошибаться, но мне показывают тоже, что-то произошло, вроде, вот, что-то там взорвалось, я не пойму. И очень непонятно началась картина с того, что какой-то как поезд сошел с рейсов, это гурная такая местность. Даже не пойму. Вроде как идет, как Кавказ. Это какой месяц, ясно, четко приходит? Это приходит декабрь месяц. Угу. Так, а Кировзрыв какой месяц четко, ясно, приходит? Один, два, три. Это что, там с ноября, конец, ноября. Угу. Очень хорошо, очень хорошо. Твоя картина остается с тобой, можешь их дальше углубляться, выяснять. И картина твоя не влияет ни на кого, остаетесь со своими картинами. И, Настя, скажи, пожалуйста, что приходит? Внутри правительства какая-то стагнация, хаос. На самом деле, никто не знает, что делать в этой ситуации. Внутри ситуация с ковидом усуглубляется, экономическая ситуация тоже. И в некоторых городах, особенно в маленьких городах, будут происходить вот такими местами какие-то демонстрации против правительства, противоправительственной демонстрации. Рубль начинает падать еще больше. И, в общем, ситуация, она такая, у людей ощущение безысходности. И нет выхода из положения. Угу. А когда начинается резкое падение, если начинается в твоих картинах? Один, два, три, ясно, четко приходит. Резкое падение рубля? Угу. Оно не будет прямо таким резким. Оно будет постоянно падать, падать, падать. И, в принципе, процесс начался. Но уже к концу декабря он, рубль своего минимума, дойдет до минимума. Угу. Хорошо. Запоминаешь картины. Это твои картины. Они больше ни на кого не влияют. И углубляешься в них, детали все воспроизводятся, углубляешься. Инна, если слышишь меня, скажи, пожалуйста, что тебе приходит? Что-то не связанное с повидом. Я вижу, как штрафы и машина стоят. Ну, ощущение, что это точечно и временно. Просто это сразу вспыхнуло, когда тушит и гостит сразу. А потом как-то так развеивалось и ближе к северной части. Угу. Хорошо. Это твои картины. Запоминаешь эти картины. И в талии также углубляешься, выясняешь всю информацию подробно, настраиваешься. Твои картины не влияют ни на кого. Все остаются со своими картинами. Хорошо. Так, Надежда. Слышно, если меня, то какие картины приходят? Так, хорошо. Тарас, что приходит? Ну, у меня приходит такое общее видение картины всей России, как такое пространство зимнее, уставшее, тяжелое, в связи с тем, что вот прям люди все устали. Эмоциональный фон такой. Где-то тоже вот сполохи огня. То есть я не вижу, что это техногены. Я вижу, что это эмоциональный фон людей. То есть гнев, отчаяние. Такое состояние вот прям, как сказать, безмерной усталости, что вот все население очень-очень устало от того, что происходит. И чем дальше от Москвы, тем на самом деле как-то менее это напряжено. А вот середина России такая мягкая, спокойная. Вот все, что уральских ребят. Все, что к Европе, там прям горит все. Все, что к Японии, там как такое металлическо напряженное состояние. То есть вот получается Дальний Восток сжался, как сгруппировался, как военное состояние перешел. А Европа, ну вот ближе к европейской части, как горит напряжение. Причем как состояние такого тлеющего угля. Где-то сполохи, но вот я вижу, как эмоциональное состояние людей. И вот такая колоссальная усталость. Хорошо. Картина остается с тобой. Детали погружаешься. Выносняешь информацию, которая интересует. Твои картины не влияют ни на чье восприятие. Так, Леонид, какие картины пришли? Ну, у меня пришли несколько направлений. И вообще, что происходит сейчас. И в России, и во всем мире по ковиду. Ну, вот это будет усиление всплеска ковида. Особенно на периферии. Но в данный момент уже все знают, что нужно делать для того, чтобы этот вопрос решить. Но никто не хочет на себя пока брать это решение. Начнут действовать они с января месяца. Начнут в феврале, в марте. Начнет напряжение падать по этому вопросу. Люди сильно взволнованы. Эмоциональный фон переклёстывает. Особенно в городах, которые дальше от Москвы находятся. И, ну, вот таких крупных, даже не маленьких, а вот крупных городах. Но которые подальше от центра. Значит, приходит такое мне, что ВОЗ, и знает это Россия, и знает это весь мир, что он поступает неправильно. То есть, этот вот коронавирус использован для того, чтобы как булавка, которой проткнули финансовый пузырь, который раздули за это время финансовые структуры и те, кто правит миром. Люди обеднеют, но на это будет причина. Поэтому приходит такая мысль, что можно было разобраться с ковидом очень просто. Те деньги, которые идут на карантин, направить на производство масок и отдать их бесплатно. И весь мир одеть в маски. И через 3-4 месяца с ковидом, по просьбе, был решен в глобальном плане. Все это знают, но никому это не выгодно делать. Но это начнут делать, может быть, в несколько другой вариации, потому что признать это невозможно. Экономика в России находится в очень депрессивном состоянии. Идет спад экономики, реальный сектор, реальный сектор в связи и с ковидом, и с другими причинами разными. Находится в состоянии сильной стыгнации. Но люди не знают, что им дальше делать. Растут недовольства, но все равно никаких больших потрясений не будет. И люди все равно это все выдержат. И в глобальном плане решат объединяться. Для того, чтобы выровнять ситуацию. Политики не понимают и правительство, что делать. И создается, они реально не понимают. Поэтому создается видимость работы, чтобы успокоить население. Но еще большие, серьезным потрясением для России, для людей сейчас являются события в Беларуси. Все внимательно на это смотрят. Многие думают, что этот пример может отразиться и на России. Но этого не произойдет. Все будет стабилизироваться в моральном, именно в эмоциональном плане у людей. И к весне более-менее эти все эмоции утихнут. Хорошо. Это картины. Хорошо, да. Еще потом мы обсудим. Хорошо. Картины остаются с тобой. Это твои картины. Обязательно углубляешься в информацию, в детали. Еще потом обсудим. Хорошо. Антон, скажи, пожалуйста, какая информация к тебе приходит? В целом, ну вот то, что будет происходить, ну как-то не отразится на моей жизни. То есть оно будет, ну как обычно, зима, показала дальше там такие сказочные моменты зимние. Вот, красивая зима будет. Ну, собственно, вот. Так, хорошо. Остаются эти картины с тобой, они влияют на других. Можешь их уточнять и все вопросы по этим картинам себе задавать. Так. Так, хорошо. И давайте тогда уточним, давайте уточним по, по любым финансовым кризисам, да. То есть, если финансовый кризис будет в ближайшее время, там, какой-то, если он будет, то какой это месяц и насколько сильное падение. Один, два, три, уточняем информацию. Хорошо. Гуля, приходит ли какая-то информация по финансовому кризису? У меня вообще приходит информация, что декабрь, конец, прям под, вот прям под Новый год, там вообще уже прям шкалит вот красным. Потому что и сейчас уже, как бы сказать, не очень-то хорошее экономическое состояние, а вот к концу декабря вообще оно прям будет такое напряженное, красное. Ну, а потом будет спад легкий, то есть именно конец года. У меня вообще прям вся информация такая, что вот до конца года вот вообще вот отовсюду я вот уже и смотрела по своим катаклизмам и по вот этим движениям энергетическим тоже ужасно. И вот по эмоциональным тоже пока все говорят, я уже все это просто. И вот здесь я по экономике вообще тоже прям прям под преддвери Нового года у меня прям вот прям эта шкала такая прям красным-красным горит. Какая-то определенная причина в конце декабря, почему это происходит? Вся система, которая сейчас уже полетела, она и так уже расшаталась и получается к декабре месяца она вообще придет. То есть что ее держало, эту систему, что где-то подпирало вот это все, эта уже система не будет работать и все это уже будет визуально все на глазах видно. Угу. А какого падения достигнет к концу декабря? Если посчитать по стобальной шкале, то есть если 100%, то я вижу сейчас 30% только сохранится. Угу. Хорошо. И сразу считается информация для людей, что конкретно делать. Рекомендуется сейчас. Рекомендации. Рекомендации сейчас просто не вкладывать. Почему-то я вижу банковский, то есть банк, бумаги осторожные. То есть сейчас вообще такая информация, что поменьше вкладывать в государство. Почему-то весь какой-то путь идет, как будто сходит с рельсов всей экономикой вообще. Каждый по себе. Как будто и уже получается, как будто тонет один человек. Спасается. Получается вот как-то выждать какой-то момент. Не вкладываться, и надо выждать вот этот фокус, переждать. Угу. Не вкладываться, а вкладываться куда? Не вкладываться в какие-то вот эти бумаги, деньги, вложения, крупные вложения. Это, скорее всего, какие-то вот, ну, понятное дело, что акции, бумаги ценные. Потом идут... Ну, в общем, здесь полностью все вообще с деньгами. Нужно быть очень осторожными. Потому что вообще у меня здесь, я не вижу вообще перспективы там. Угу. Хорошо. Остается твоя картина с тобой, ни на кого не влияют. Полностью узнаешь информацию дальше, распаковываешь. Так. Ира, скажи, пожалуйста, что ты видишь? Ну, мне пришел месяц май. Самый-самый такой плохой. Угу. И там показывают, что это будет как-то с военными действиями связано. То есть, получается, что Россия создала какую-то там прям военную базу и очень большие, как сказать, много-много военной техники и оружия. То, которое планировалось в ближайшее время, ну, как-то использовать, да, и, в принципе, на этом деньги сделать. Но благодаря этой короне ничего, ну, все пошло не так, как планировали. И получается, что эту технику некуда сбывать. И, ну, вот это вот все на экономике отражается. Не знаю, что делать. Угу. Вот какое-то шаткое такое положение, что много этой военной техники. И именно русская армия, она как будто бы ее надо кормить. И простой идет, да, что ее негде задействовать в данный момент. Угу. Угу. Хорошо. Картина остается с тобой. Выясняешь детали. А, Настя, что к тебе приходит? Ну, как я уже говорила, к концу декабря рубль упадет по отношению к доллару. Ситуация стагнации в финансах. Правительство не знает, что делать в этой ситуации. Ну, естественно, выходы из положения ищут. И, конечно, большое делается акцент на медицине. И именно на разработке вакцины от ковида. И другими договора с другими странами. Потому что все хотят продать свою вакцину. И все понимают, что на ней можно как-то выпить куда-то. Не рекомендуется людям сейчас обычно никуда вкладываться. Именно держать свои сбережения при себе. И тратить как можно меньше. Для тех, у кого есть деньги, рекомендуется сейчас вкладываться в элитную недвижимость. Потому что недвижимость тоже упадет. Будет кризис и в более высоком секторе. Поэтому рекомендуется вкладывать, следить за элитной недвижимостью и вкладывать в нее для тех, у кого есть какие-то сбережения. Хорошо. Картина остается с тобой. И еще кого-нибудь одного. Света скажи, пожалуйста. Какие у тебя картины? Да, понятно. Первый выступал, что в декабре, в конец декабря кризис. Да, у меня тоже прям... Знаешь, такой красный нам горит. Именно кризис компании, что опять доллар будет в отношении к рублю расти. Рубль падает. 97 рублей, 117 рублей. Отметка почему-то цифры приходит. Рублей за доллар и евро. За доллар и евро 97 рублей-117 рублей. Вот, и это у меня связано идет такой несильный кризис. Не в том плане, что внезапный прям правительство всех в панике. Нет. Этот кризис ежегодно происходит. Биржи тухнут. Я вижу биржи лондонские, знаешь, нью-йоркские, или по-не везде они просто уходят в паникулы. Люди выводят, да, на рождественские праздники, проигрывают деньги, подарки. Ну, как-то вот так вот, доллары. И он вызывает, урасят в тне. А люди все наводят панику, что это буквально там игры правительства. Ежегодно, конец декабря этот кризис случается. В феврале все налаживается. Держи запускаются. Все хорошо. Восстановление идет потом. Да, в конце декабря до февраль будет такая, ну, как обычно, материальная нехватка денег у всех. Население именно, я имею в виду. Ну, в принципе, за людей, да, за кошельков наших. Вот. А с феврала все насчет опять налаживается, как обычно. Хорошо, эта картина остается с тобой. Инна, да? Просто у меня долбятся в тех сторон, что я должна сказать. по поводу, что делать. Угу. Постоянно эти, что люди должны возвращаться в другую жизнь. Это уже не будет. То есть от слова вообще. И выиграют те, кто пластичным мозгом это поймут и не будут цепляться за то, что было вчера. И еще упорно говорится о том, что земля, земля, это единственная ценность, которая будет в ближайшем обозримой десятилетии. И те, кто хочет что-то вкладывать, это земля. Это земля, и это будет единственная твердая валюта. То есть это не важно, что это просто земля, это дом на земле, это не города. То есть города потеряют свою престижность. Очень хорошо. Информация-то остается. И выясняешь также подробности, все запоминаешь. Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. И теперь смотрим на весь мир. В частности, также на Соединенные Штаты особенно. И также на другие страны. И запрашиваем, какая страна подвергается к опасности на этот период. Какая страна в мире подвергается к опасности на этот период. Перед нами, быть может, земной шар можете посмотреть, там подсветить цветом. И сейчас фокусируйтесь. И самые красные, самые яркие красные страны поддерживающие наибольшей опасности вам подсвечиваются. Ясно, четко их идентифицируйте. И запоминайте, одну-две страны в самых больших опасностях на этот период. Ясно, четко приходит информация. Считывая каждые две страны, наиболее опасные на этот период. И после того, как мы считали, по самой рисковой стране и затем уже по второй, то же самое произведите. Собственно, что же там такого опасного происходит? Один, два, три. Четко, ясно разворачивается картина, что именно там такого опасного происходит в этот период. Ясно, четко получаете информацию. Информация распаковывается. Полностью получаете информацию. Вникайте во все детали. Подробно картины вырисовываются. Угу. Хорошо. И остаются ваши картины. Другие люди не мешают вам рассматривать ваши картины. Подробно рассматривайте ваши картины. Посторонние шумы и звуки не слышите, кроме моего голоса. И, Антон, скажи, пожалуйста, что ты видишь? У меня не показало конкретную страну. Показывает больше материк, Африке. Угу. Вот. Что там, ну, показывает то ли огонь, то ли теплее будет, чем обычно. Ну, то есть, какие-то взрывы, что-то связанное с температурой. Лучше в Африку, да, не ездить. Повышение температуры. Средний. Хорошо. Насколько процентов поднимается температура? Чем обычно? Переходит ясно, четко цифра, число. Отклонение процентов. 33-34. 34 процента. На 30 процентов более жарко. Хорошо, это твои картины рассматриваешь далее, вникаешь в суть. Тарас. Пришло почему-то Бразилия, как место планеты, которая как раз вот это все напряжение забирает на себя. И так прям, что-то как-то жестоко. Я не могу понять, то ли это огонь из земли, ну, в смысле, вулканы, то ли это землетрясение, но прям как-то там не весело совсем. То есть, как бы, в заказах сконцентрировали и слили все. Вот так туалет сливают воду. Природные катаклизмы, да, какие-то? Ну да, как будто вот она как проседает на этом фоне. Африку тоже видел, но вот на стыке между континентом, то есть, где вот Африка состыковывается, я сейчас не скажу, Ливан, что там, не хочу, как бы, дезориентировать, где вот этот перешек, там прям вот такое бордово-просковатое, что ли. Угу, литосферные плиты, видимо, где сталкиваются. Может быть, да. Угу, хорошо, картина остается с тобой, вникаешь в эти картины, посторонние высказывания не мешают тебе погружаться, все дальше и дальше свои картины. Так. Инна, какие картины приходят? Не Америка. Причем где-то там так, что нам слышно природный катаклизм Африки, Бразилии и главных стран, и на это идет информация, что вы боитесь, не это и страшно для человека. Это бояться надо не природных катаклизм, бояться надо того, что происходит в полномечестве веков. И по поводу Америки объясняют о том, что в Америке был шанс, часто политический напал меняет век торопляет, Трамп пролетает и возвращается то, что должно быть уничтожено. То, что возвращается, это и есть конца, такого, которого уже будет изменить. То есть уход в правду будет самая большая ошибка. Хорошо, картины запоминаешь, остается с тобой, разъясняешь более детально, считываешь информацию. Хорошо, Леонид? Мне приходит, что катаклизмов природных не будет. Опасное самое место это Иран, Армения, Азербайджан, Турция. Вот этот очаг может дать начало мощной волне по всему миру. но вот эта вспышка будет, насколько она будет сильна, но она будет очень чувствительна всему миру. Хорошо, картины выясняем дальше, погружаешься дальше, глубже выясняешь информацию, детали, посторонние разговоры не мешают тебе. Так, Гуля, какие картины приходят? Мне тоже вот показала Южная Африка, Нигерия, Эфиопия. Я вижу картины, что там очень прям и без этого бедный народ. Не хватает воды, какие-то у них инфекционные болезни, дети. Картины вот так они все лежат. Вообще очень так я не могу я подозреваю, что какая-то инфекция очень серьезно идет туда. И плюс еще скорее всего мне тоже показалось, что очень было жарко там. И я вот чувствовала, что там прям задыхаются и воды не хватает. И еще вторая вот была тоже локация у меня на так получается на юге. Я еще не могла определиться было ли это все-таки я не знаю на Бразилии. Что-то в Бразилии, да. и я тоже видела очень много людей какая-то суета просто бегают и вот я не знаю как будто от чего-то то ли бегут ну вот прям вот такая картина как будто от чего-то бегут и прям вот так вот они в разные стороны то есть что-то происходит такое наверное какой-то катаклизм потому что люди как в хаосе. хорошо эта картина остается с тобой уточняешь их и детали снимаешь хорошо и мы запрашиваем что какая рекомендация с тонкого плана мы запрашиваем мудрость совет действия как именно и что нужно делать сейчас людям вот которые задумываются об этих вещах вот кто что как именно что конкретно надо делать действия 1 2 3 что рекомендуется сейчас делать людям в таких обстоятельствах ясно четко распаковывается информация ясные четкие мысли мысли наставления конкретные действия хорошо и света скажи пожалуйста что тебе приходит мне мне приходит именно та информация что люди должны ну каждый внутри просветляться каждый изменить сюда человек и повышать энергии вибрации идет очень сильный темный поток вокруг планеты темный поток прям энергии темных все-таки управляют нами всеми как будто мы стадо в загоне но вся планета это как что-то херма нам нужно каждому просыпляться но это не ближе 3-5 месяцев конечно и месяц это более 100 лет уходить на землю надо всем идти на землю мегаполис высасывает души высасывает энергии уходить надо всем в природу своя независимая вода свет там батареи ну как-то что-то все должны быть независимыми нельзя зависеть от правительства от каких-то вот этих теневых игр правительства и не управлять сущностью но мне именно так это что каждый человек должен спасаться именно просыплением очищением духовно хорошо запоминаешь картины уточняешь Ира что тебе приходит я тоже соглашусь со Светланой пришло что коронавирус это от наших наставников от духовных учителей как бы это такая программа для человечества для того чтобы народ проснулся потому что сама вибрация земли повышается и вместе с ней должны повышать уровни своего существования душа и прежде всего они должны вспомнить о том что они души и вспомнить о своей духовности и начать практиковать и чтобы переключить свое внимание от этой стрессовой ситуации нужно просто вспомнить что есть различные практики дыхания что есть также физические упражнения и различные медитации афимации и пока человек не думает о духовном он будет страдать но как только он успокоится и начнет практиковать то сама вся вот эта ситуация начнет выравниваться то есть все человечество ведут к тому чтобы они проснулись хорошо остаются с тобой картины углубляешься выясняешь детали конкретные тарас ну у меня даже такая как бы смех с улыбкой была информация все идет своим чередом все идет как должно идти кто-то сможет повернуться внутрь себя и поворачивается благодаря этому кто-то нету каждого свой путь и каждая душа делает свой выбор и для каждого предоставлена эта возможность эту свободу выбирать и я прям вижу как и души выбирают такой пройти путь вот с этими потрясениями с этими состояниями и вот я чувствую только одобрение потому что у каждой души свой путь и здесь как-то вот нет такого что бросился спасать тебя нет с таким благословением того что все есть опыт живите и вот такой поток как сказать не наверное так правильно выяснили хорошо да сфокусируйся на этой информации и так же выясняй более детально хорошо хорошо и давайте запросим что конкретно мы сейчас можем сделать находясь слиперы гипнологи прямо в этом сеансе как мы можем помочь нашей матушке земле нашим нашему прогрессу нашему человечеству вот каждый да что какие картины пришли вам да что конкретно надо делать людям и что конкретно мы можем прямо сейчас с нашей стороны сделать и запросим это 1 2 3 запрашиваем что конкретно мы можем чем помочь сейчас считываем информацию хорошо происходит считывание информации каждый считывает информацию и посторонние голоса не влияют на ваше считывание вы продолжаете находиться в ваших картинах и Гуля скажи пожалуйста что приходит я вижу как идет темный поток энергии то что сейчас происходит и до этого был ответ что мы должны повышать вибрации то есть эта болезнь через болезнь мы очищаемся на что-то вроде этого на данный момент мы можем такое ощущение что мы должны создать какую-то коллективную энергию которая какой-то брешь в этом потоке создаст и будет какое-то некоторое облегчение как именно создать визуализировать энергии чистые вибрации и как бы сказать в общем потоке они будут уже достаточно большими энергиями потому что я вижу как визуализация этих энергий превращается в большой шар прям вот как вот белый шар и как будто вороночка вот так вот начинает все вот эти вот сметать вот эти как вот черные черные вот эти вихри которые идут из негативные то есть получается мы таким образом поможем себе и поможем всем очень хорошо очень хорошо зафиксировали информацию света да у меня сразу такая картина пошла от сердца знаешь через сердечную чакру мы под твоим руководством Никиты мы отправляем энергии в любви энергию благодарности через сердечную чакру повышая поднимаясь над своим телом поднимаясь над комнатой над городом над страной над планетой каждый да мы все и вот так вот энергии любви и благодарности омываем нашу всю планету есть много людей показано как они на волосках висят они вот-вот разреют им помощь нужна много больных сильно смертельно больных им вот единственное только сейчас бы дать немного энергии любви и благодарности 70% населения планеты в таком пребывательстве это путь их развития мы не мешаем мы не вмешиваемся в путь развития каждого человека но наша энергия любви и благодарности она спасет тех кто ее призывает и нуждается реально люди просят умоляют многие умоляют 6% населения израненные души очень израненные мучаются хорошо отлично фиксируем это так Инна вот пока Света говорила я увидела вот не комнат это не человек я увидела земной шар в космосе мы смотрим планеты и она вот мы должны как я так понимаю мысленно мысленно ее погрузить воронки больше собой стрелки идет накопление вибрации сопровождение так не показывают и еще понимание того что мы не можем коллективным разумом жить каждый обязан иметь себя только там то есть время когда кто-то шел за кем-то или кого-то подталкивал это время прошло показывает что наоборот этот процесс наоборот только он может очистить то есть грубо говоря где был конец конец это должно с начала вот так очень хорошо так Антон показывает как планета сейчас так немного плющит вот наша задача создать такой белый шар из самого центра планеты и пустить его расширяя расширяя тем самым поднимая в целом все сознание планеты чтобы люди расширяли свое видение не боялись каких-то перемен идти в новое непонятное для себя ну вот такой вот светлый шар тоже расширение отлично очень хорошо Настя оказывает что планета питается нашими вибрациями а мы питаемся вибрациями планеты то есть мы все взаимодействуем на земле мы не одни есть очень много групп которые духовно развиваются которые все сейчас работают на то чтобы поднять вибрации планеты это конечно помогает но этого недостаточно поэтому каждый из нас в отдельности должен заниматься своим духовным здоровьем своим повышением вибраций и самое главное помогать своему окружению то есть от нас должны идти вибрации к нашему окружению чтобы мы останавливались не только на себе ограничивались а именно распространяли их чем дальше чем больше людям тем лучше и таким образом все вместе мы должны питать планету своими вибрациями очень хорошо хорошо друзья и давайте все вместе теперь сформируем намерение и запросим энергии космические и как проводники направим эти энергии через нашу сердечную чакру от сердца вибрации энергии света очищения любви энергии благодарности насчет три и один два три пошли энергии на землю и мы как проводники проводим эти энергии и посылаем на землю мощным энергетическим потоком поток усиливается поток усиливается и нашим намерением очистить землю повысить ее энергии вибрации повысить уровень сознания людей дать энергии рождущим кто нуждается в ней и нашу планету мы благодарим посылаем любовь благодарность энергию мы очень любим так и каждое существо на этой планете кто нуждается в любви получает ее повышается уровень сознания повышается экологичность процветание взаимопонимание взаимовыручка любовь к земле и полностью проводим эти энергии для развития нашей планеты частью которой мы являемся полностью 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 выполняем свою функцию проводников очень хорошо очень хорошо очень и Куля пиши что видишь я вижу как будто каждая рука вытягивается такой вот шар и они встречаются где-то в пространстве космос и образуется по чуть-чуть по чуть-чуть образовывается вот этот густок энергии светлой и он увеличивается и увеличивается и происходит какой-то процесс прям как будто загорается большое светило и вот это вот черное что вокруг было как будто бы само как будто уходит убегает как будто даже это вот получается даже потоки такие какие-то но мистические они как будто прячутся от вот этого всего и вот эта картина мне напоминает что действительно у нас что-то получается очень хорошо ира у меня образ такой что мы все вышли в мета космос вытянули ну сделали круг света вытянули руки вперед и внутри как образовали вот эту энергию благодарности и любви и а снаружи нашего круга сделали такой круг огни который вот все вот эти темные энергии он сжигает и мы стали понижаться на землю давай я представляю маленькую маленький кружок как земля это кружочек и мы протягиваем эти энергии благодарности и любви через землю внутрь и огненный кольцо вот это сжигает снаружи вот всю черноту которая в данный момент мешает повышением вибрации земли очень хорошо очень хорошо леонид я вижу вообще космос вселенная я вижу что светлой энергии где-то если взять всю энергию за сто процентов процентов 30 третья часть но ее все равно очень много и мы и много питается во вселенной и на земле в том числе вот этой темной энергии нельзя сказать что она плохая или хорошая но она просто выглядит темной а есть просто светлая как солнце отражается и вот мы берем эту светлую энергию и как проводники лучами как это самое подаем на землю как будто солнечная лампа вот нас наш наша группа и вот как горят звезды так они лучи подаем на землю и от этого мне кажется что идет импульс но она более что ли зеленая становится не такая темная более светлая вот более глубь более голубая вода становится не такая темная небо светлее за счет этих лучиков вот так как-то мне дает очень хорошо очень хорошо насти я вижу наш земной шар и вокруг него очень много темной энергии он задыхается и он кричит о помощи сверху идут светлые энергии поэтому сверху этого темного кольца и они пытаются растворяться вот этих вот темных энергиях какими-то очагами определенными они просто пробивают эту черноту и доходят до земного шара и он прям аж дышит так вот глубоко так вдыхает то есть но это пока что отдельные очаги а с другой стороны энергия просто она растворяется вот в этом темном во всем и она становится более такое серое то есть процесс пошел но это только начало процесса раз я вижу планету очень красивые светлые как потоки солнце идут она просто чудесная вот сознание планеты и сознание людей совершенно разные я вот и всем сердцем ощущаю насколько я любовь это через меня которая льется образовалась такая золотая решетка но она скорее про то что вот то что ты можешь дать да со своими единомышленниками то даешь а то что там свобода вот этого состояния да я вижу просто ну вот там где люди разные такие создания действительно такие переблески кто-то светлые кто-то вот такой но мы свою миссию сегодня прямо сделали то есть мы как заявили что мы здесь мы любим мы защищаем нам не все равно и это прям вот отражается вот такой золотой решетке вокруг планеты красивое зрелище класс так света да никит мы были космосе как-то все кругом да и но каждое намерение он принимал пропускал через себя всю энергию чистейшую энергию космоса через свои сердечные чакры выпускают выпуская уже энергию любви благодарность здоровья и несущий такой свет да и небо и прям на планету земля эти энергии как дамовари ее и проходили через внутрь я сейчас вижу душу земли она поднялась да я вот так вот склонила руки у нее волосы реки у нее платья зеленые поля знаешь она такая огромная она сейчас там над нашим земным шаром земли ее душа она так поднялась склонила руки руки и вот так вот нам как бы она есть счастливая она такой идет свет сияния и счастья от нее и назад она ведь в планету уходит она нас поблагодарила это действительно осталось но не осталось не замечено наши труды и старания я ощущаю слева архангела гавриила он уже просто так нам помогает ну и в сеансах и всегда он три месяца сказал быть рядом и у него прям даже как в плетенце знаешь белая как оплачка вот так вот ну благодарность нам белой прям энергии это настолько пронзает это глубины понимаешь и и даже если на одну сотую процента люди стали те кто хотел был в состоянии растаяния беды и боли им действительно стало легче и они шагнули на первую белую ступеньку куда дальше их жизнь будет идти вверх вверх в материальном и моральном и физическом и духовном плане мы дали как бы ту опору и землю мы и внутрь наполнили земля сама независимо от наших энергий вибраций темных всяких сил повышаются вибрации да наша планета но она очень тоже благодарна что мы все таки ну безумно я не могу передать то что я плачу отлично ну прекрасно итак друзья давайте поблагодарим нашу матушку землю еще раз поблагодарим все высшие силы которые нам помогают поблагодарим себя за эту практику и поблагодарим хроники акаши благодарим хроники акаши за предоставленную информацию и посылаем любовь и благодарность благодарим открывайте глаза здесь и сейчас добро пожаловать на землю ну что друзья как впечатление мне понравилось со всеми будем хорошо я рыдала прям и не могла описать то прям чувства его на земле не бывает мы еще не считывали тела физических тех чувств которые были там были свет такой яркий ну конечно вибрации повысили земли теперь все мне кажется я сегодня всех почувствовал всех энергии прям целый хоровод у нас был вряд ли что никит спасибо огромное вот прям респект хороший опыт да мне кажется вообще классно прошло это групповое погружение да так сказать медитация не медитация погружение то удивительно все вроде в разных местах а как будто ну вместе просто полетали я чувствовала каждого каждого да ощущается и ты говоришь типа забудьте вы в своем и так не получается кто-то говорит ты погружаешься в его образ тоже ну да да в принципе почему бы не посмотреть чужие образы да а да кстати друзья кто тоже погружался но у кого были выключены микрофоны да вот ксения да и меня да я просто закачивала что выключила поэтому чтобы мешать ну вообще супер и кстати когда ирина говорила что-то за май у меня реально пошел красный сбрызг не сбрызг а потом почувствовал запах дыма и я показал такой широкий огромный вулкан а вообще потепление как бы да резкие температуры потепления это вот у меня пошло и вот страны которые подвергаются к я говорю я запросила покажите мне флаги да и у меня сначала вот белый флаг с красной точечкой я понимаю что это Китай а второе как вот то что-то солнце и вот нарисованное солнце а как вот я помню тоже это какие-то азиатские да странные там в солнце нарисованном какой-то где-то там и показали вот типа вирус бактерия вот это вот это не подвергается опасности ну как понравилась практика такси конечно да да супер спасибо белое с красным это Япония да насколько я понимаю а Япония наверное да а солнце это должен быть Китай по-моему да красный на нем кстати вот меня не спросили ну вот про май про май было мне показывали Японию показали подземные толчки мне именно пошло и Турция вторая страна где будет очаг возгорания каких-то этих военных действий а да Турция мая да интересно про финансы у меня тоже в декабре но только 8 декабря там было а про обвал знаете в декабре у меня как было вот как будто показывает человек идет и вот знаете когда идешь деревянный пол и бывает ты не ожидаешь проваливается как будто под ногой деревяшки ты так плюх и так едешь по этому деревянному полу я думаю что это такое ну как осознание что упал и вот еще какое-то время проедешь на этом состоянии только потом начнешь подниматься и разбираться что же произошло то есть это как неожиданно для всех типа класс ну класс поздравляю нас с первым совместным погружением в лаборатории я думаю мы будем обязательно продолжать эту практику потому что ну я вижу что всем очень понравилось мне тоже очень понравилось прямо интересно когда столько именно людей то есть это не один не два слипера это сколько даже уже сейчас сложно посчитать но в общем это просто действительно супер и главное что мы еще не просто информацию доставили на землю а еще и сделали какое дело большое поэтому мы молодцы я считаю а Никита можно я еще вспомнила когда был вопрос о том что нам как типа совет как нам нужно делать и тут я вижу вот сверху свет толпа людей люди да много и кто поднимает голову и кто тянет руки он становится светлее и он а те которые вниз вот так головами исчезают то есть они темные и исчезают то есть я понимаю кто будет тянуть к божественному свету тому вот это вот как бы будешь к этому можно применять так вот такой вот по образу было интересно да интересно действительно а мне вот тоже шло что вибрации земли они повышаются и что вот каждому из нас делать чтобы идти в унисон с вибрациями земли люди просто вынуждены сейчас повышать свои вибрации через духовные практики то есть они должны быть адаптированы к новой реальности к новым вот этим вот вибрациям земли если что делать каждому а по странам мне тоже шло Африка как континент и распространение какого-то вируса на Африке Америка шла что там победит Байден и что это действительно очень многим не понравится и опять у них там будет какая-то заварушка и по Турции что Турция это тоже возможно очаг вот или финансового кризиса или вот каких-то вот таких вот жарких столкновений Угу тоже Турция Угу К сожалению А я скажу а то я сейчас взорвусь Да, да, Зарин Я слушаю В общем практика конечно обалденная настолько я в следующий раз буду с включенным микрофоном чтобы тут не происходило значит начну с конца то что всем надо повышать вибрации и так далее тянуться к свету это все да но мне показали что нам нужно каждому вот когда мы обращаемся не просто я а к своему высшему я да, как душа и вот это наша семья духовная мы можем попросить ее вот как сон прям вот полчища ангелов мы должны их сейчас просить вот ангелы архангелы прям просить о помощи вот вот насчет того как помочь земле и что мы можем сделать вот нас сейчас двадцать человек а у каждого из нас сети до двадцати вот этих вот помощников и ангелов разного уровня и вот представляете нас тогда будет четыреста и вот правда кто сказал из ребят что много да вот таких кто просыпается пробуждается проводит практики вот они должны вот это чем больше делать тем лучше и вот прям вот этот вот налет на землю этот вот серый какой-то туман оно все действительно уходит оно прям как чешуя спадает у меня же до сих пор прям все колбой как классно такие вибрации высоченные ну реально вот как будто мы в хороводе в таком над землей и сверху представляете вот это вот абсолютно прямой поток и они все вот ангелы вот все нам помогают просто привлекать высшие силы вот я сижу одна и вот двадцать я могу вот этих сущностей божественных да привлечь все ну я имею ввиду вот в одном сеансе а когда у нас много их сколько вообще да 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 одно да да и так сразу первый вопрос когда говорили в зале хрониках акаши мы идем да в будущее сразу потянула направо и у меня стоит посреди красной площади черная пушка черная пушка и я вижу все ушли и я думала я застряла что ли в периоде вот в послевоенном вот такие вот картинки пошли как какие-то подвалы разруха действительно там и что-то взрывается что-то такое а потом я поняла что это вот такая вот ситуация послевоенное время вообще полная депресняк вот этот вот и разрух экономика вообще на такой спад люди нуждаются огромные очереди ну вот прям вот этот вот советский такой знаете прям дух конкретный такой пахнул я вообще терпеть не могу это советское время но для меня не знаю что-то самое страшное это война вторая мировая и вот это вот послевоенные ну в общем вот такая вот энергетика пошла жуткая и сразу и первая тут же вот это и буденовки вот эти красные ну то есть шинели и звезды красные вот и рубль до ста двадцати чуть ли не упадет или поднимется не знаю как вы считаете упадет или поднимется мне тоже забавно было слышать доллар я думал все время доллар растет оказывается рубль падает рубль падает это точно ну мы такой рубль упал и да я зарплату в рублях получаю поэтому мне это интересно ну вот и до ста двадцати я говорю ну спасибо в общем вот так и нам надо выползать конечно оттуда а еще самое классное что мне понравилось что вот это вся вот это вся разруха будет твориться но это вот как сейчас модно да говорят все разделение реальностей и мы каждый можем стать сотворцом вот именно сотворчество с тонким миром мы должны строить вот эту вселенную нашу я имею ввиду нашу землю вот это вот это пространство пока мы здесь именно вот как мы видим цветочки бабочки голубое небо голубое море песочек и так далее то есть мы должны стать сотворцами вот в каких вибрациях мы вон то и видим вот это руха вот остается все вот так шинели чешуя я не знаю рептилоиды что там они творят вот эта вся серость камни это вот все их это вот то что они пытались строить вот этим светом это мы просто все рушить ну то есть мы ну сами выбираем на какую сторону нам выскочить ну и призывать надо да решить помогать ну в общем самое а еще толчки были вот на уровне ну на где штаты находятся прям толчки такие как от мяча баскетбольного такой вот прям зал спортивный такой прям такие там господи что такое интересно ну и да и очень будет печально если Трамп уйдет хотя я вообще политикой 2 часа мы путешествовали прошу прощения 15 минут а по ощущениям сколько было минут 5 час минут 40 минут 40 в 20 наверное 2 часа офигеть прошу прощения что 3 минут 15 да да это всегда так в трансе да думаешь такой ну максимум там 20 минут час такой о 4 часа класс время по другому идёт действительно ну что друзья действительно время позднее да уже многих договорок особенно там правее время я думаю мы все большие молодцы мы прям похлопать можем себе потому что вы действительно молодцы что вы 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 вы